Говорит, я не понял. Здравствуйте, Раф. Вопрос следующий. Мы говорили об отчаянии на нашем семинаре. О духовном отчаянии. И мы говорим о том, как объединиться в духовном. Что значит в духовном? Духовная – это отдача. В нашем мире нет этого свойства. И мы должны найти его из противоположного. То есть я каким-то образом должен прийти к состоянию, когда я начинаю понимать, что это такое, и насколько я не отношусь к этому, и насколько я на самом деле все-таки должен это сделать. Если я прихожу к этому пониманию, тогда создается во мне очень сильное желание войти в это свойство. И это желание является молитвой, просьбой, требованием. Если я на самом деле желаю прийти к отдаче, тогда приходит свыше сила, свет и раскрывает во мне это свойство. И тогда я начинаю чувствовать вторую половину реальности, которая была скрыта, а сейчас раскрылась. Как и сейчас, мы живем только в свойстве получения, и поэтому наша жизнь такая несчастная, короткая, и все только потеря без всякой пользы. Я вхожу в свойство отдачи, и там после отказа, это психологический максом, барьер, когда я отменяю все, что есть во мне, жертвую всем, готов отказаться от всего. И тогда, после этого, за этим внутренним психологическим барьером, я вхожу в духовное пространство, которое полностью отдача. Это я даже не знаю, какие примеры можно привести. Но как, скажем, человек, который прекращает дышать, это нереально, но, скажем, он прекращает дышать, и после того, как он на самом деле прекращает дышать, он вдруг начинает чувствовать, что он может жить без воздуха, и тогда раскрывается ему совершенно новое пространство, новый мир. Я не могу это иначе представить пока что. Может быть, можно привести примеры, но это примеры. Как бы, потому что в нашем мире этого нет, этого свойства нет. И отчаяние приходит вследствие того, что у меня нет никакой возможности прийти к этому свойству самому. С помощью группы, с помощью учебы я в конечном счете прихожу к этому решению, что я не способен на это, но нет у меня выбора, я должен это сделать. И тогда я получаю возможность. Все. Дальше. Продолжен ли я просить чего-нибудь, кроме любви между товарищами? Когда я еще раз готов отказаться от себя, находиться в самопожертвовании для того, чтобы по отношению к желанию ближнего и это всего лишь упражнение для того, чтобы привести меня к состоянию когда я увижу, что я не способен и это с одной стороны с другой стороны цель не приходить к любви к ближнему и к любви к товарищам а прийти к свойству отдачи которое называется любовь к Творцу Творец это свойство отдачи когда я люблю свойство отдачи что это значит? когда я хочу находиться в этом к этому я должен все время направлять себя и ближний, любовь к ближнему и объединение к разбитых это всего лишь для того, чтобы захотеть прийти к нему к той силе отдачи которая раскроется во мне чтобы она находилась во мне чтобы правило мной поэтому недостаточно работать только по отношению недостаточно работать только по отношению к ближнему но я должен видеть цель а ближний ближнего как средство пожалуйста добрый вечер обычно на конгрессах бывают некоторые такие состояния когда мы чувствуем полное единство это первый конгресс когда есть некоторые моменты когда мы не чувствуем единство и чувствуется очень большая поддержка со стороны всего мирового клей и чувствуется очень сильная поддержка от женщин просто давление такое действительно как мы окружены некуда уйти вы приводили пример относить народов и там есть два момента с одной стороны с одной стороны это физиология женщины когда есть схватки с другой стороны это потоки женщины когда она прикладывает еще дополнительные усилия мы прикладываем свои усилия но если они не сходятся с теми физиологическими действиями которые должны быть мы себя чувствуем очень неуютно очень неправильно как мы можем синхронизировать наши действия и давать вот эти вот потуги в тот момент когда есть схватки поэтому мы получаем упражнения свыше у нас есть во времена падения подъема есть время когда мы собираемся вместе есть время когда мы изучаем и находимся во всевозможных иных состояниях главное это состояние когда мы объединяемся между собой во время урока в другие времена когда мы находимся во всевозможных совместных действиях и так же как сейчас во время конгресса сейчас мы как раз добавляем к естественным родовым схваткам наши усилия с нашей стороны для того чтобы ускорить этот процесс и на самом деле то что мы делаем сегодня это очень большое ускорение всего происходящего как ускорение количественное так скажем и качественное когда мы начинаем понимать больше чувствовать больше где на самом деле истинная наша точка на что мы должны давить какой родится ребенок родившийся ребенок это наше следующее состояние как дети следующие за своими родителями все это мы проходим с помощью сплочения наших усилий в дополнение к тому что дается нам свыше мы не ощущаем в нашей работе где здесь подготовка со стороны творца и что он делает но на самом деле кроме того давления которое мы включаем для того чтобы отменить себя по отношению ко всем чтобы создать единое сердце единое желание чтобы я не мешал этому кроме этого делает все он пробуждает нас желание и мы делаем но это все не за насчет на насчет это на самом деле то усилие которое мы даем самоотмене само пожертвование это наши такие действия мы приходим к ним очень трудно буквально на какие-то считанные мгновения в целом но здесь не нужно многого если мы в конечном счете собираем их вместе мы очень быстро достигаем силы отдачи того что мы чувствуем что облачается в нас эта сила это называется раскрытие творца творением пожалуйста что мы должны сделать чтобы войти в духовное я читал рассказы о том что Рабаш когда делал намерения он так интенсивно работал что волосы у него сидели он терял вес где он это читал я читал это в книге Феги и вы тоже как-то упоминали что он терял вес да но это все не духовное от мощных усилий физических душевных да духовная работа требует очень много сил и человек занимающийся этим он теряет много калорий не надо в этом видеть ничего особо духовного это материальное тело прилагает усилия и это то что с ним происходит да я понимаю но я спрашиваю с какой интенсивностью мы должны работать чтобы войти в духовное сейчас чего недостает нам сейчас нам недостает отмениться уступить относительно свойства дачи которое должно в нас облачиться как мы делаем это сейчас представь себе что ты не хочешь ничего и готов отказаться от всего только для того чтобы быть сердцем объединенным с товарищами в одно сердце без всякого результата является это результатом самим по себе нет после того как ты будешь стараться это сделать ты просто сокращаешь свои получающие килим с намерением что ты хочешь вместо этого находиться в свойстве отдачи свойство отдачи это то что находится вне тела человека и тогда когда ты будешь стараться выйти из своего тела из своего желания там ты начнешь ощущать духовный мир в этом как раз и проблема потому что всегда в задней стороне мозга я помню что когда прикладываешь даже все усилия за товарищей за товарищей в результате этого я тоже удостаиваюсь чего-то я жду этого как я могу исправить это намерение ты не можешь исправить ничего но тем что ты раскроешь и будешь сожалеть о том что есть все-таки какой-то хвост осталась какая-то связь ради себя даже в самых таких чистых мыслях которые ты можешь приложить то вот эта боль это и есть молитва и она несет свет возвращающий к источнику и тогда постепенно этот свет постепенно то есть за некоторые действия исправляет твою просьбу в такую когда ты можешь ты получишь свойство отдачи и эта работа пока когда ты раскрываешь что у тебя все-таки что-то для себя еще остается называется лоришма это работа в подготовке Добрый день Рав у меня будет вопрос про единую женщину я хотел бы сейчас сказать женщинам которые смотрят на нас что мы чувствуем их хиссарон что благодаря им Конгресс сейчас проходит абсолютно на другом уровне как я это чувствую я думаю что здесь все сейчас с тобой согласны мы очень ценим все их усилия которые они приложили все их силы все их желания все их широкую поддержку их большое сердце теплое большое им спасибо просто нет слов их поблагодарить за все это мы действительно вышли на новый уровень начался новый этап в нашей работе и поэтому и поэтому я почувствовал уже где-то с месяц назад что мы должны для нашего Конгресса подготовить женское клей мы сейчас находимся в выяснении подобно тому которое было при получении Торы это вся наша ситуация начинает быть похожей на ту все становится мы все чувствуем себя в группе мы чувствуем себя в одном желании мы все чувствуем что хотим выяснить что точно называется раскрытием Творца что это за сила что такое свойство отдачи что мне нужно сделать ради себя мне нужно что сделать чтобы он эта сила во мне раскрылась то есть все эти вопросы это последние вопросы перед раскрытием и не важно что здесь могут присутствовать новые люди которые не понимают которые еще находятся на этапах первых своих этапах в это событие включаются все кто насколько может некоторые могут называться детьми младенцами женщинами стариками молодыми это весь народ то что называется и поэтому этот конгресс очень особый и я все таки думаю что мы можем закончить его буквально с духовным итогом мы на это способны мы должны в это верить мы должны об этом думать у нас есть вся поддержка есть помощь существует и Тарута Делиэля свет свыше все остальное зависит от нас у нас еще есть время нам нельзя делать никаких расчетов до последнего мгновения да и потом все продолжается я не хозяин я очень хочу прийти к свойству отдачи хотя не может быть вообще такого очень хочу прийти к свойству отдачи отрицание отрицание если ты хочешь отдавать так что ж ты хочешь но на языке нашего мира на нашем эгоистическом языке у нас нет другой возможности это выразить иначе короче нужно продолжать со всей тонкостью души с деликатностью такой в сердце чуткостью сердца нужно стремиться к самоотмене себя в группе и мы почувствуем приближение и даже может быть вход и мой вопрос это вопрос мне насколько в течение этих трех дней которые были я должен держать в голове своей женщину позади меня за моей спиной отткама в змене что нотар мне нужно подозрить в голове от женщины что лежит моехори гав которая подозрит меня всегда что все время на то что сам бы я не сделал я не думаю что вы должны искусственно это делать никакой в этом нет необходимости вы должны быть погружены в группу я своей ролью ну как бы я связан со своей дочерью выполняя свою функцию роль выясняю что происходит но это опять таки это моя роль у них происходит конгресс такой же как у нас сейчас кроме того который прошел у них были женщины которые улетели домой и вернулись еще раз сюда на наш конгресс конечно же за нами стоит большая сила но я не думаю что вы об этом должны думать это сила с нами спасибо раб раб день добрый вопрос касательно вот той ступени на которой сейчас находится вся мировая группа сила сказано что нет никого кроме него если посмотреть хронику успехи в движении арвут интегральное воспитание если если мы смотрим на 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 тену тену арвут в хим интеграли вот это вот ощущение которое сейчас овладело буквально всей мировой группой вот это вот я бы назвал даже его постижением в кавычках могу по себе сказать и думаю что товарищи со мной согласятся что вот за вот эти буквально полгода ну максимум год буквально каждому ну обладевают какие-то выяснения ощущения которых раньше не было управление такое мягкое как вы однажды сказали на одном из уроков что буквально берет наруки нас нет никого кроме него и я вот хотел бы в связи с этим вопрос то есть вот мы народ мы народ израиля мы собрались здесь на этом конгрессе и во все времена вот точно что зависит именно какое действие где наша работа в чем именно мы работаем вот какие действия зависят именно от нас именно от конкретно каждого товарища как будто бы вот здесь начинаем здесь заканчиваем остальные нет никого кроме него остальные он добавляет как будто начин здесь нет он 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 если мы готовы все время и каждый из нас отменить себя собравшись все в одну точку все вместе когда никто не занимает места никто но все в одном месте это точка если мы можем все вместе войти в эту точку то есть все что у нас есть оставить внизу в нее только пожелать зайти потому что нам некуда не или нечезть тогда мы в нее входим и она превращается в шхину то есть на нее облачается шхен творец высшая сила сила отдачи тогда мы наполняемся им если никто из нас не будет занимать пространство территорию ну вот буквально то мы все войдем вместе в эту точку Малхуд ну может быть так можно сказать теперь то что касается интегрального воспитания и того что мы делаем конечно мы же мы только изучаем что мы можем сделать есть еще много работы в этом но мы этим несем очень сильное воздействие в мир вы можете увидеть как год назад все говорили о объединении мира круглого мира практически нет с пренебрежением а сегодня все изменилось всем понятно что это так и говорят и ищет 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 модели новые модели новый подход к миру потому что понятно что если со старой парадигмой мы не в состоянии решить проблемы это именно за счет нашей работы интегрального подхода интегрального воспитания потому что за счет работы в этом нам удалось немного спуститься с теоретического уровня каббалистического к народу к простым проблемам от которых страдают люди и приблизиться к человечеству эта работа очень важная как мы знаем мы знаем как Баля Сулам молился чтобы может получить падение и суметь возможность объяснить миру какова его роль какова цель мы должны это не просто так мы поменили все наши дома каббалы на дома поручительства все наше движение стало движением а рвут поручительства и так далее это не просто так название замена вывески просто пришло время чтобы мы начали приближать науку каббала человечеству людям народу и там каббала приобретает другое название подход строение все другое другой словарь другой язык и мы соответственно становимся ближе связанным с миром с тем что с ним происходит мы больше понимаем как высшие корни облачаются в наш мир и конечно хотя у нас еще и много работы перед нами но мы прошли этап выхода входа подготовки очень большого понимания как делать как подойти как двигаться то есть за тот год когда мы реально начали действовать с этим движение поручительства чуть больше летом уже будет два года но это действительно очень важно я очень надеюсь что в ближайшее время в этом году мы сможем достичь обратиться быть понятными и принятыми очень широкими массами и в народе и среди принимающих решения ну как бы принимающих решения при этой же возможности я хотел бы поблагодарить всех кто этим занимается всем кто занимается распространением аравута и всем кто разрабатывает и хоть как-то с этим связан мы видим что за годы на протяжении лет конечно же мы ускоряем время и каббалисты не сильно ощущают время нам кажется что сейчас это должно произойти и мир уже сейчас должен почувствовать и понять и все так проходит 5-10 лет что поделать но мы видим что мир начинает понимать что он в безысходности и он находится в поиске и то отчаяние которое мы ищем в духовном мире тоже отчаяние приходит и к ним хотя они от него бегут в их материальный мир мы ищем мы отчаянны потому что мы сами стремимся к этому мы хотим отчаяться от собственных сил и тогда мы хотим потребовать чтобы получить вход в отдачу а им приходится обратиться к этому из-за ударов из-за пути страданий ну в общем конечно это два разных пути но и мы и они приходят к безвыходной ситуации и поднимемся на духовный мир конечно нам придется тянуть их все время но в этом наша роль они не смогут подняться сами они это сделают разово после того как мы сможем принять их на духовный уровень они объединятся и войдут пожалуйста я хотел бы сказать что настолько велик важность творца что здесь на этом конгрессе собралась практически вся Европа я хочу сказать что он очень огромный который он совершен в это вопрос который вы задали на последний семинарий когда вас вдруг не станет настолько было в нашем округе где я был который нас затронул вот этот как среди товарищей начать играть сделать себе ров вот эту ступень чтобы быстрее начать ощущать потому что какие-то последние уроки вы сказали что мы можем вот этой игрой вот этой когда мы начнем играть навредить себе можем да и как научиться в эту игру играть чтобы быстрее что в то же время не навредить друг к другу как для того чтобы возвести товарища до уровня араба ты должен быть уверен что ты его ценишь в духовном понимании, а не то, чтобы он стал твоим рэбби, твоим лидером. Ты его ценишь как великого, не то, чтобы ты начал сейчас поклоняться ему, преклоняться перед ним. Есть здесь проблема в создании хасидизма. Это я имел в виду. Конечно же, каждый, он велик, в каждого облачается творец, но это не говорит о том, что я сейчас начинаю преклоняться перед ним и становиться его рабом. Наша проблема, как всегда, когда две противоположности должны находиться в одном направлении. Я должен возвеличивать товарища, когда он для меня как творец, и когда я слышу его, чувствую его, я должен представлять себе, что этот творец таким образом обращается ко мне, и то, что мне кажется отрицательным в нем, это моя проекция на него, с одной стороны, с другой стороны, это ни в коем случае не говорит о том, что я должен сейчас все время слушаться его голоса и преклоняться. Самаотмена только по отношению к моему эгоизму. Ну, ты несколько раз услышишь мои слова, а затем почувствуешь. Таким. Относите к вопросу, от чего нам не хватает? В отношении к вопросу, от чего нам не хватает? На этом конгрессе нас творец собрал всех здесь. То есть творец нас пробудил и привел нас здесь. Почему нам не хватает как группа величия творца? Не может быть, чтобы у тебя было величие творца. Величие творца это величие отдачи. Величие от того, чтобы ты стал нулем. Величие от того, что ты... Ничто. Ты видишь его? Нет. Ты его чувствуешь? Нет. Почему? Что называется? Что он скрыт. Ты его скрываешь своими получающими килим. Ты скрываешь. То есть свойство отдачи может раскрыться только в килим, которые подходят. Ты не раскрываешь. А если ты его не раскрываешь, то для тебя он не существует. Иногда ты чувствуешь внутри какие-то явления. Но почувствовать его величие, где ты видишь это величие? Где ты вообще чувствуешь и видишь, что он существует? Но необходимо огромное усилие для того, чтобы начать чувствовать это на самом деле. Есть у нас какое-то ощущение, но это всего лишь ощущение. и поэтому правильно необходимо сожалеть о том, что нет величия Творца. Но я даже не знаю, о чем сожалеть. В чем-то сожаление. Что я не чувствую высшей силы, что он добрый, несущий добро, а тогда я буду спокоен, что он добрый, конечно же, мне принесет добро. в этом величие его. В таком виде он не раскроется, потому что это по отношению к моим получающим килим. То есть величие Творца скрыто от нас. И только для того, чтобы... но для того, чтобы продвигаться не с помощью страданий, а с помощью величия Творца, как же я тогда смогу продвигаться? Тогда я оставлю перед собой группу, и мне рассказывают несколько тысяч товарищей, что Творец велик. Ты знаешь, он велик, он велик, он велик. И я начинаю... я начинаю впечатляться от них, потому что я так устроен. И еще, если я делаю усилия со своей стороны и принижаю себя по отношению к ним, тогда я получаю от них это воздействие еще сильнее. Это помогает мне продвигаться и желать искусственно величия Творца раскрыть его с помощью зависти, когда они чувствуют или, по крайней мере, говорят, а я... нет, с помощью почитания, почему они... да, а я... нет, где же я? и с помощью зависти, тщеславия и... почестей это выводит меня из нашего мира в высший мир. Так это работает, но это искусственно, и только затем, после того, как я перехожу махсом, то есть этот психологический барьер, когда я отменяю себя, и тогда начинается... это как рождение. В рождении мы видим, что происходит. зародыш в чреве матери находится с головой вверх, а для того, чтобы родиться, он переворачивается и рождается головой вниз. Это так. И мы должны перевернуться во всех мыслях, во всех намерениях, во всем. И тогда, когда мы рождаемся в высшем мире, тогда мы, на самом деле, раскрываем величие, свойства силы отдачи этой. Потому что мы видим, что оно, прежде всего, властвует над тем, что сеть силы отдачи действует, а в получении нет никакой силы. Это только в виде, когда воздействует в виде неживого, только приводится в действие. Поэтому сила отдачи называется сила, которая действует в действующем. И только свет он движет всеми килимам. Раф, вот такой вопрос. Вот это место в глубине группы, где все товарищи себя отменяют и каждый добавляет вот к этому месту. В этом месте в омеке гвуца, чтобы каждый один наводел от себя, и все сотрудники уничтожены. В этом месте это понятно, что надо все больше и больше вот в этом как бы прилагать усилия и вот сюда сфокусировать все свои усилия. Боро что нужно решить в это и еще все усилия. Но где здесь творец? То есть когда ты начинаешь сюда творца еще как-то добавлять, то он как бы размывает немного вот это вот место. Ифу? Азефа, азефа, азефа кана бороек, что матехил оосиф вода пнева, азу куму я не понимаю, как ты добавляешь творца затем и видишь, что он еще и лишний. Наоборот, что есть кроме свойства отдачи, в которой мы все находимся, в которой это как сеть, которая охватывает нас, это своего рода основа, на которой мы существуем. И только для того, чтобы раскрыть эту сеть, это свойство отдачи, мне дали в моем воображении такую картину, что существует я, мир, группа и все остальные, только для того, чтобы я развил чувства, чтобы почувствовать эту силу. Я именно так вижу весь мир. Я не вижу себя, мир, есть я, мир и группа, а еще и творец. Я не понимаю, что я. в этом мире существую. Для этого мне вообще не нужна никакая наука кабала и ничего. Но прежде всего, что такое наука кабала, это методика раскрытия творца человеку в этом мире. И я прежде всего должен представить себе его цель ухватить, а затем все средства прийти к ней. Нет, у меня вопрос в том, что когда мы отменяем друг относительно друга, как нам из этого еще отменить себя и отдать творцу? Что мы можем из этого ему отдать? Сама отмена. Я отменяю себя по отношению к всем. Я хочу занимать место нулевое. Если я буду не занимать совершенно место, я буду находиться во всех. Тогда я буду находиться во всех. Я не занимаю место. Я как будто привидение нахожусь во всех. Я хочу быть таким. И тогда я тем самым уподобляю себя ему. С вашего позволения я хотел бы предложить вот вы на последнем семинаре последний вопрос был по поводу игры. Во что нам мы можем сыграть, чтобы усилиться? Что если нам завтра в перерывах между мероприятиями помимо организационных объявлений провести это время в молчании? на обвире это время это в штиках? Это очень высокое действие и рабаш очень часто пользовался им в особенности во время трапез. Просто мы приходили к нему на трапезу в канун субботы трапезы было всего лишь кусок хлеба ну такой как спичный коровок стакан пива 20 грамм виски и такой маленький кусочек пирога и яблоко небольшое потому что люди приходили уже и из дому уже после субботней трапезы и много раз он говорил сегодня мы подумаем и мы садились от сорока минут до часу даже до полутора часов полное молчание никто не выходит никто не входит вообще никто не двигается сидят и думают мы это делаем тоже и в то время когда мы находимся в действиях я чувствую эту внутреннюю работу в молчании мы можем это сделать ты прав я не думаю что у нас так много времени ты прав попробуем хорошо но в связи с игрой на траве это я надеюсь вы должны решить какая игра есть конечно десятки игр которые уже готовы да шиевич наш специалист по играм да нив любит играть короче и выберите какую-нибудь игру или даже несколько может быть я говорю серьезно может быть мы возьмем их и начнем развивать это очень важно да до скольки у нас до 7.15 есть еще время да как мы можем почувствовать взаимозависимость от того что я свой гравмусили не прилагаю мы не достигаем цели как я могу развить себе и мы можем развить вот это ощущение ответственности от этих усилий как я чувствую это труд от дадут что если я не не мешкал от моим то это погиб в кул как я чувствую ответственность я не могу сказать ничего другого каждый я тебе скажу что я чувствую я чувствую что у меня есть миссия что я ответственен многие люди возлагают на меня духовные надежды я получил эту роль также и свыше я завишу что я чувствую что от нее зависит даже несколько миллионов людей в мире многие тысячи уже наверняка которые знают уже и каким-то образом они знают и питаются уже этим моя ответственность не меньше чем твоя это то что я хочу сказать потому что тебе кажется что ты еще маленький один из этих тысяч ты можешь быть может не быть делать усилие не делать мы еще раз должны помнить все духовные законы духовный закон один равен всем один равен всем прекратите подходить к группе к духовным действиям к конгрессу к связи между нами с мерками материальными взвешивать это килограммами секундами измерять это не знающие другими мерами это неправильно нет здесь малого или большого это как в семье малый он как раз большой он глава семьи вокруг него все крутятся и как раз начинающий он важнее поскольку за ним приходят еще начинающие те которые есть они уже здесь они и так продвинутся но мир стремится к исправлению и тогда самые молодые они важнее всего и одна монета это как сто именно так вы должны не забывать даже не забывайте я не знаю как сказать это должно быть не то чтобы я когда от меня зависят тысячи должен чувствовать что как ты оставишь эту роль как ты сможешь отменить себя каждый находится в точности именно в точности в той же мере важности я не преувеличиваю это написано нет здесь малого или большого в духовном в интегральной системе нет такого если кто-то создает где-то ущерб все падают это называется удостаивается тогда весь мир удостаивается это именно так склоняет себя и весь мир на чашу заслуг и это сказано о каждом поэтому вы здесь буквально все в моих глазах нет никакого различия ни в ком здесь никакого различия не делают если бы здесь были даже самые люди которые достигли высоких ступеней важные у них не было больше важности чем у каждого здесь это входит в разум но не входит в сердце как это в сердце чтобы это было постоянно но не входит это хорошим стимулом мне кажется еще к работе тоже очень большим запиши запиши почувствовать усилия товарищ мы когда сегодня ходили в пустыню и у всех была концентрация на этом вопросе и когда я выпадал потихоньку возвращался но потом я выпал так и у меня было шиня что мне вот сейчас было бы полезно чтобы я почувствовал что все вокруг меня тоже думают об этом было бы не Такое усилие, если бы я почувствовал усилие других, мне бы это помогло. Конечно же, да. Правильно ли просить это? Да. Включиться в усилия вместе с ними. Почувствовать, насколько они прилагают усилия. Да. Здравствуйте, Раф. У меня вот тоже вопрос про, что нам не хватает. Чтобы раскрыть Творца. Я просто, когда размышлял над этим со всеми вместе в пустыне, когда мы выходили. То есть это какой-то должен быть хиссарон. И я смотрю, относительно все жизни в течение года, вот эти дни, когда мы все вместе, это на самом деле большая, очень радость. И все как будто бы в полном порядке вообще. То есть, когда я начал смотреть, может быть, желание товарищей, но товарищи тоже довольны всем. И получается, что хиссарон, он на самом деле у шхины, которая понимает, от чего мы оторваны, от чего она хочет нам дать и без чего мы как бы живем. Что такое шхина? Шхина – это место нашего объединения. Если мы формируем такое место, так оно существует. Если не формируем, так его и нет. Я в том смысле, что если мы не чувствовали никогда духовный мир, то трудно представить себе, что мы теряем, будучи в отрыве от него. То есть, где вот этот хиссарон мне взять, необходимость, которая заставит меня стать вот этим проводником, светотворца товарищем, если, ну, у нас как будто бы такой вообще кайф кругом. Моя ответственность относительно товарищей, исходя из этой ответственности. Вы все время должны об этом думать, говорить, сами устраивать семинары, прилагать разные усилия, чтобы привычка превратилась во вторую природу, натуру. Или вы будете продвигаться в исправлениях страданиями длинным путем, или приложите усилия искусственные, будете играть, как малые дети, и будете продвигаться светом, который подействует на вас и будет продвигаться. Одно из двух. Откуда ты можешь это взять? Из упражнений, из учебы, из семинаров, из чего-то? Откуда еще? Ты не можешь это купить в аптеке? Человек, который учится с нами ежедневно. Тот, кто находится с нами, насколько можно, во всех наших мероприятиях. Виртуально, ну, скажем, как Саша Ангелов. Очень яркий пример, все знают. Один. Вот сейчас, мне кажется, может, сейчас еще кто-то есть. Хотел как раз спросить, кто еще там с ним. Может, он смог клонировать себя? После стоких лет. Наконец-то. Нужно делать упражнения, как дети. Это пример. Пример того, что ты хочешь вырасти. А без игр, без упражнений ты не вырастешь. Поэтому мы это и делаем. Ну, вы видите, как это действует? Что, в общем-то, я делаю здесь? Я вас направляю немножечко, но, по сути, все впечатление исходит от того, что вы связываетесь друг с другом. Это несет. Это взаимное ощущение, что вы включаетесь друг в друга. Вдруг я сижу еще с девятью людьми, получаю от них воздействие. Это входит в меня, я вдруг начинаю слышать, я обогащаюсь, я раздуваюсь, и сердце, и разум. И без этого невозможно. Невозможно без этого. У нас сейчас период семинаров. Потом увидите, будет еще что-то. Так же, как и женский конгресс, и как и другие наши мероприятия. Придет время, и надо выполнять, играть в одно, играть в другое. Но все это должно быть игрой. Игра – это очень серьезное дело. Именно с его помощью рост происходит. Тот, кто не играет, тот и не растет. То есть нет ничего важнее игры для развития. Да. Вы говорили, что каббалисты не пишут о материальных действиях. На последнем семинаре мы говорили об уступке. О чем? Об уступке. Что значит уступка во внутренней работе? А что такое внутренняя работа? Внутренняя работа – это когда я работаю над своей природой, для того, чтобы заменить ее свойство получения на свойство отдачи. Наш весь мир живет согласно свойству получения. Духовный мир основан на свойстве отдачи. Или, точнее сказать, согласно трем линиям. Вместе свойства отдачи, получения и особым сочетаниям между ними. И поэтому уступка, отмена – это когда я отказываюсь полностью, отказываюсь от свойства получения. Пока что я должен прийти к первому сокращению. Цинцумалев. Не хочу вообще существовать в нем. А духовном, о котором ты спрашиваешь, что такое духовное? Ну, в материальном я ем, пью, у меня семья, дети, жена, работа, разные проблемы. Я живу. И насколько я должен, насколько я могу поддерживать материальное. Но столько, сколько необходимо заботиться об этом. Заботиться о нормальной жизни. Но относительно духовного, моя работа, сколько я могу сил вложить в это, там как раз происходит работа на уступку. Там я не могу войти туда со своим желанием получать. В рамках этого мира я пользуюсь своим желанием исключительно рационально, но насущно необходимо. В духовных рамках, на духовном уровне, я не пользуюсь совершенно своим желанием получать. Как же я учусь, как же я продвигаюсь. Я продвигаюсь тем, что я не хочу ничего, кроме отмены, уступки, кроме сокращения, аннулирования. Но это не означает, что я не учусь, для того, что я не нахожусь с товарищами, не выполняю духовную работу, распространение и тому подобное. Нет. Это означает, что все это я делаю для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы я был вот с громадным, большущим желанием, хиссароном духовным и мог бы им не воспользоваться. Желание вырастет. Согласно вкладу. Но вместе с этим вырастет и экран, чтобы не принимать в это желание никаких результатов собственной работы. Когда все, что приходит ко мне в это желание, я бы мог отослать обратно. Не к себе, ближнему, к Творцу. И тогда в этом отраженном свете я смогу раскрыть его. Как это проявляется в связях между товарищами? Внутренняя уступка. Мы вновь и вновь вступаем в проблему этих двух сложностей, которые мешают друг другу, усиливают друг друга. Мы должны прийти к зависти, я должен достичь почести, я должен прийти к таким эгоистическим ощущениям, чтобы воспользоваться ими, для того, чтобы подняться выше их. На словах невозможно, невозможно все передать. Только, только опыт. Только исходя из опыта. Продолжи ты почувствуешь, и тогда поймешь и слова, но не раньше. Спасибо. Раф, мы хотели задать вопрос, который здесь созрел у всех товарищей. Есть ощущение очень сильное у товарищей, которые, с одной стороны, внутри чувствуют очень большое разочарование, а с другой стороны, каждый продолжает прикладывать свои усилия буквально выше человеческих возможностей. Отчаяние должно быть, и должно быть только от того, что мы собственными силами своими силами не в состоянии достичь свойства отдачи. И тогда, исходя из этого, сразу же появляется следующий этап. Я достигаю свойства отдачи тем, что из-за отчаяния от собственных сил я кричу к Творцу, как и пишет об этом Бааду Сулам в послании 17-м 47-м. когда нет более счастливого момента в жизни человека, кроме как находясь, видит, что он отчаялся в собственных силах, то есть он уже приложил усилия и сделал все, что в его возможностях сделать, а исцеления нет, лекарства нет. И тогда он созрел к полной молитве помощи Творца, когда он наверняка знает, что он своими силами не приведет ни к чему. Но пока он чувствует еще какую-то силу в работе со своей стороны, его молитва не полная. И поэтому он должен прилагать усилия самостоятельно достичь. Да. И вопрос следующий. Вы раньше сказали, что мы можем на этом конгрессе прийти к итогу уже в духовном, а мы не хотим заканчивать этот конгресс и в конце конгресса приходить к духовному итогу. Мы сейчас должны видеть, как мы можем позволить друг другу прийти к этому духовному итогу, что мы уже сейчас войдем в это состояние. Да. Так что же на самом деле, что на самом деле должен проделать каждый, потому что мы сейчас выйдем на трапезу. Еще есть у нас еще трапеза? Да. Очень праздничная подготовка, которую сделали все товарищи из мирового клея, а потом у нас будет еще более особое собрание товарищей, это будет уже вообще вершиной всего. И очень чувствуется что помимо всего внешнего, что происходит, должно быть внутри что-то очень сильное между товарищами. То есть как будто каждый должен отдать свое сердце в этот центр, и это должно прорваться из нас, что-то произойти уже, в конце концов. И что мы на самом деле должны сейчас сделать, чтобы вышло из всех наших усилий уже сейчас, вышел духовный итог? я подбираю новые слова, я не знаю, что еще подобрать, если все каждый сможет освободить свое место для принятия других сердец, или наоборот сократить свое сердце как несуществующее, и вместо этого войти во все. если приподнимемся над своим эго, если каждый почувствует себя как обязанным быть вместе со всеми, без различий и какой-то разницы, тогда мы приблизимся к свойству отдачей, и оно раскроется в нас. Мы находимся в нем, но не можем его опознать. Это то, что мы должны сделать. почитать какие-то статьи Рабаша, которые о группе. Можно и это, пожалуйста. Но это слова. Да. И как во всех этих усилиях мы не забудем о Творце, чтобы мы потом не пришли и не спросили, я не понимаю, как можно забыть Творца, если Он по сути первый по важности. Кому я стремлюсь? Просто к любви к ближнему, так я могу обратиться во все эти организации альтруистические всякие. Творец цель. И поэтому я здесь. Если я хочу знать, что такое жизнь, для чего жизнь, в чем смысл жизни, то мне нужно раскрыть Его. Он причина всего мироздания, всей этой жизни и всем, что происходит каждое мгновение. Поэтому важен не Он, а все остальное средство. Верно, что средство важное, так же, как и цель, потому что с Его помощью я могу достичь цели. Общего Матарайу? Но цель-то Он? Да. Да как я могу забыть? Я не понимаю вообще, что я сегодня вдруг слышу подобные вещи. Мы забываем. Главное товарищи. Товарищи это главное как средство раскрытия Творца. Мы не заканчиваем до конца фразу. Но в этом же вся наша цель. причина того, что я спросил, это потому что всегда мы, когда приходим к какому-то особому достижению, всегда мы останавливаемся и происходит так, что товарищ спрашивает вас о чем-то и вы всегда делаете заключение, почему же ты не спрашивал, почему не просили в таком сильном виде. Потому что любое наше действие должно закончиться просьбой, иначе мы его не завершаем. но в этом то и вопрос, как сейчас все наши усилия, которые мы делаем, чтобы результатом была просьба, а не то, чтобы мы слышали от вас, почему вы не просили, но чтобы наша просьба была истинной из глубины сердца, чтобы это прорывалось из товарищей к Творцу. если я хочу достичь цели и все еще не достиг, все еще не пришел к ней, я должен прийти к вопросу, от чего это зависит, пока я не достигаю одного источника, что все зависит от него. Во-первых, потому что он все приготовил, он устроил всю эту жизнь, заготовил все это человечество, и я в нем, и весь этот рынок, и весь этот тарарам, все это он устроил. И сделал это так, что я не могу сделать ничего, кроме обращения к нему, и сейчас я обращаюсь. Так, знаешь, обратись хотя бы так вот даже со слезами, как дети иногда так занудствуют. Ну, даже так. Потихонечку ты начнешь понимать, что действительно есть хиссарон еще больше, и начнешь чувствовать, каким образом обратиться. Учись на детях, ты же тоже был таким. Наверняка. Видно по тебе такой зануды. Ладно, ребят, все зануды, это хорошо, быть занудой, это хорошо. Спасибо. 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 субтитры 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.